Посмотрите, какие пирожки с капустой мы приготовили. Можно готовить с любой начинкой. Результат превзойдет все ваши ожидания. Они еще теплые, но я все равно хочу показать, как они выглядят разложные. Это как булочки с капустой. Получаются вот такие мягкие, нежные и воздушные. И вот так они выглядят в разломе. Это очень мягкая и нежная выпечка пирожки, как булочки. Если вам нравятся подробные пошаговые рецепты, вы подписывайтесь на мой канал. А я покажу, как мы готовили такое универсальное тесто для воздушных, как булки, пирожков. Поехали! Всем привет! С вами Домашняя Кулинария. И сегодня у нас бесподобный рецепт, для которого нам понадобится дрожжевое тесто. Идеально подходит для печеных, жареных пирожков, беляшей, пончиков, пышек. Его также можно использовать и для приготовления булочек. Для этого нам понадобится 200 мл молока, куда я добавляю одну ложку с горкой сухих дрожжей. А также 1 чайная ложка сахара, это для подсидки дрожжей. Все вот так быстро перемешаю. Молоко у нас теплое, приблизительной температурой 35-37 градусов. А также нам понадобится кефир. У меня 300 мл кефира, обычный кефир, 2,5% жирности. Все вот так вот перемешаю. Добавим 1 яйцо и 50 мл растопленного сливочного масла. Сюда можно также использовать обычное растительное масло без запаха. Все хорошо перемешаю. А теперь я сюда добавляю муку. Пол чайной ложки соли я добавляю в муку. Муку я заранее просеяла. Вот так вот немного перемешаю. И в два этапа добавляем наше тесто. Сначала первую половину муки добавим. Все хорошо перемешаем. После чего добавим оставшуюся муку и будем вымешивать тесто. Ну вот так вмешали первую половину муки. А теперь добавляем оставшуюся муку. Я убираю венчик. И буду вымешивать тесто руками. И вот так руками я буду вымешивать тесто. Можно это делать в миске, а можно все перенести на стол и вымешивать тесто на столе. Должно получиться мягкое дрожжевое тесто. Ну вот, посмотрите, какое мягкое дрожжевое тесто у нас получилось. Оно липнет к рукам, но ни в коем случае не забивайте тесто мукой. Я ставлю тесто в мою миску. Молоко было теплое, кефир, мука, яйца комнатной температуры. Количество муки может немного колебаться. Все зависит от свойств муки, от размера яйца. Ну а я тесто покрываю салфеткой, ставлю в теплое место подниматься. За это время я приготовлю начинку и покажу, как я это делаю. За это время тесто отдохнет, хорошо поднимется и увеличится в объеме. Так как тесто у нас универсальное, и начинка может быть любая. Я сегодня готовлю пирожки из капусты. Вы можете вместо капусты взять грибную начинку или грибную с яйцами. Будет тоже очень вкусно. Для нашей начинки я капусту вот так вот нарезаю соломкой. Вы можете натереть на терке. Получается тоже очень быстро и удобно. Ну а для начинки нам также понадобится один средний репчатый лук, который я нарезаю вот на такие перья. Ну и лук я тоже переношу в свободную миску. Капусту можно готовить как с тертой морковью, так и со сладким перец. Перец может быть как зеленый, так и красный. Получается очень ароматно и вкусно. Вот так вот я нарезала красный перец, переношу в мою миску. Ну и последнее, что нам осталось, это нарезать свежую зелень. Я взяла укроп и несколько веточек кинзы. Вы можете взять петрушку, будет тоже очень вкусно. Вот так вот я все мелко нарежу и перехожу готовить начинку. Мы закончили со всеми подготовительными работами. Я перехожу готовить начинку, после чего мы будем формовать наши потрясающие пирожки. Ну а для начинки в сковородке у нас уже 3-4 столовые ложки растительного масла, куда я добавляю нарезанный репчатый лук, доведем лук до прозрачности. А теперь сюда же я добавляю красный перец. Ну и вместе с капустой будем тушить минут 5-7. На этой стадии надо будет обязательно посолить, чтобы капуста выпустила сок. Она уменьшится в объеме и очень быстро приготовится. Ну а также сюда я добавляю черный перец при термической обработке. Пусть тряности всегда усиливается и становится более выраженным. Ну и последний у меня сладкая красная таприка. Все хорошо перемешаем и будем тушить до готовности. Ну начинка у нас уже почти готова. Я добавляю свежую зелень и выключаю газовую плиту. Все хорошо перемешаю. Оставим начинку остыть, тесто у нас поднимется. И после чего мы будем формовать пирожки. Ну вот такая ароматная, очень вкусная, супер-пупер начинка у нас получилась. Я выключаю газовую плиту и оставим ее остыть. Прошло 50 минут. Посмотрите, как поднимается наше тесто. А теперь я подпыляю стол и переношу тесто на стол. Ну вот такое вот волшебное тесто у нас получилось. А теперь все края вот так собираю к центру. Сделаю легкую обминку и буду делить тесто на части. Ну вот, посмотрите, какое тесто у нас получилось. Я разделю тесто на 12 равных частей. Сначала на 4, а затем каждую четверть еще на 3 части. Каждую часть закатаем в колобок, после чего будем формовать наши пирожки. Ну вот так вот я все края собираю к центру и закатываем вот в такой вот... Вот в такой красивый шарик мы закатаем все части нашего теста. Ну вот последний колобок теста я закатала вот в такой вот шарик. И начинаем формовать пирожки. За то время, пока я закатывала, первые шарики уже отдохнули. Можно прямо руками вот так вот растянуть тесто. А можно немного раскатать скалкой. Раскатываем вот в такой вот круглый пласт. Начинка наша уже остыла. И в самый центр мы вот так вот щедро выкладываем начинку. А теперь начинаем делать защипы. Делаем до середины. Ну а остальную часть вот так вот. Вторую половину делаем вот такие вот защиты. И у нас получаются вот такие вот пирожки формой капли. И снова я беру шарик. Немного надавливаю, растягиваю руками. Раскатала вот в такой круглый пласт. Центр вот так вот щедро. Выкладываем начинку. И снова делаем защипы до середины. Ну а вторую половину соединяем вот таким вот образом. Вот такая вот форма капли у нас должна получиться. Ну а я аналогично буду формовать все наши пирожки. Тесто очень мягкое и пирожки получатся воздушными. Тесто очень мягкое и пирожки. Ну и вот я заканчивала формовать пирожки. Вот последний пирожок. Я уже делаю последние защипы. Такие красивые пирожки с капустой сегодня у нас получились. Вы можете готовить с любой начинки. И я перекладываю все заготовки на противень предварительно смазанной растительным маслом. Ну вот посмотрите как выглядят наши заготовки после того как мы переложили их на противень. А теперь я взяла один желток, который можно разбавить с одной столовой ложкой воды или молока. И смазать все наши заготовки. Если у вас под рукой нету яиц, вы можете смазать просто молоком. Получается тоже очень красиво. Я закончила смазать все пирожки взбитым желтком. А теперь оставляю на расстойку хотя бы на 15-20 минут. За это время они немного поднимутся. Станут более воздушными и мягкими. И обязательно, конечно, должна подсохнуть эта яичная смазка, чтобы получить красивый колор. После чего я ставлю в духовку при температуре 180 градусов на 25 минут. Смотрите по своей духовке до готовности. И обязательно покажу, что у меня получилось. Ну вот, а теперь посмотрите, что у нас получилось. Вот такие бесподобные шикарные пирожки с капустой мы сегодня с вами приготовили. Я уверена, вам обязательно понравится наш сегодняшний рецепт. И вы будете их готовить. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик. И делитесь рецептами в соцсетях. Всегда ваши, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока!